Кладио, вы наверняка много читаете, а вот вы могли бы назвать свой топ-3 книг, которые вы рекомендуете к прочтению? Опять этот нелюбимый вопрос. На самом деле я не люблю его не потому, что сложно что-то порекомендовать. Не люблю, потому что в каждый момент времени есть какие-то определенные книги, которые для человека важны. И не всегда эти книги являются важными на протяжении всей жизни, точно так же и с фильмами. Сегодня вам, если вам нравится, опять же, если вам нравится определенный жанр, это, наверное, не всегда характеризует человека именно в связи с этим жанром. Ну, наверное, если глубже копнуть, то можно там и найти зависимости, тем не менее. Если говорить о книжках, то у меня сложно всегда с авторами книг, но в первую очередь я бы порекомендовала Адизиса и его книги, связанные с управлением и руководством. Например, идеальный руководитель, где он рассказывает, что в каждом человеке должно быть несколько. Но вот это начало, если мы говорим о начинающих, проектных менеджерах, это то, что мне помогло в свое время классифицировать мои типы задач и сколько человек я в себе должна включать, или если у меня нет каких-либо навыков, я должна нанять в себе в помощь этого человека с такими навыками. И наш союз будет образовывать довольно-таки сильный менеджерский состав, то есть некоторый проект-борд. Есть еще книга, не помню автора, «Менеджмент на все времена», в которой рассказывается очень много исторических событий и не только позитивных, но и негативных моментов, почему менеджеры до того времени, цари, императоры и так далее делали какие-то вещи, базируясь на своих принципах, которые сложно было изменить в то время. Раньше казалось это классным, то есть если у тебя есть устоявшиеся принципы, то значит ты должен им следовать и ни в коем случае не менять. И в результате чего погибало очень много людей, а вот на самом деле сейчас можно смотреть на эту ситуацию по-другому и решить этот вопрос в другом ключе. То есть очень интересная такая книжечка, то есть я ее тоже рекомендую почитать. С книгами все понятно, а с музыкой я знаю, что вы умеете и любите петь. И я знаю, что у вас есть, вы участвуете в рок-группе. Да, так, в чем вопрос? Вопрос сейчас вот в чем. Если у вас какой-то топ ваших любимых групп, может быть, любимые альбомы есть музыкальные? С этим еще сложнее. Еще сложнее? Нет, у меня я всегда, с музыкой у меня всегда, то есть, знаете, как это, сапожник без сапог, да? То есть, то, что я умею петь и немножко играть на гитаре, вообще не говорит о том, что я очень эрудирована в музыке, знаю, есть у меня какие-то топ-группы, исполнители, любимые, в которых я знаю все композиции и песни, а вот их у меня нет. Другой вопрос, что да, такое хобби есть, то есть, я воспринимаю это как хобби. Я, возможно, с одной стороны, бэнд это своего рода еще одна команда в моей жизни, да, людей по интересам, то есть, не только профессиональных, хотя у нас бэнд проектных менеджеров, так сказать, и немножко программистов, вот, и, ну, то есть, должна быть какая-то отдушина, да? Можем было переключаться от работы. Да, покричать в микрофон, а не на людей, да. Кстати, как ваша группа называется? Вот, это, кстати, очень интересное название, вернее, история создания, называется она Underestimated, в переводе на русский это недооцененное, вот, а почему, то есть, это название пришло с менеджмента, очень часто, когда программисты, команда выдают результаты по оценке проекта, эти эстимейты, они проваливаются, да, по срокам, по бюджету, ну, не будем говорить, очень часто, но случаются такие вещи, и одна из причин, почему, да, там такое происходит, это в английском языке, это Underestimate, это Estimate, можно сказать, да, то есть, недооцененные Estimate, то есть, мы недооценили какие-то задачи, но, с другой стороны, есть, как бы, второе значение этого слова, да, то есть, недооцененные не в плане, вы не нашли какие-то задачи, да, недооцененные, в смысле, человек недооцененный, да, то есть, есть потенциал какой-то, который люди не увидели, вот, но это, как, очень часто проектные менеджеры оперируют словом Underestimate, в плане оценки проекта, да, мы решили, что было бы неплохо назвать нашу группу Underestimate, дабы не создавать, не позиционировать себя на какие-то высоты, вот, просто принять так, как есть.